Скажите, пожалуйста, когда, кто и на какой момент вам отказал? Меня поражает. Я еще раз хочу вернуться к другому контакту. Ни одна позиция, ни одна. В этом году я просто взяла цифры. И почему в этом году деньги собирали? Что вы смыкаете? В цему. Мы говорили в цему. В цему не отмывали, но каждый собирается. Не в том смысле. В том смысле. Три роки назад, когда мы подавали, еще мы были в складе школы, мы подавали бюджетный запись играшки, играшки сразу прибрали. Это три или четыре года. Но будем я еще раз говорю. Если можно, то так. Мы подавали тогда за школу. То можно, я все раз повторю. Три роки назад система финансирования школы, а вы тогда были в составе школы, была совершенно другая. Я два года не перестаю тебе объяснять, что у нас два последних года. Практическое финансирование школы. Да, мы практически 50% оборудовываем с местного бюджета, но часть денег нам поступает из государства. Последние два года бюджет живет по совсем другим правилам. Никто из вас не скажет, что какое-то ваше, обгрунтованное еще раз, заявление в бюджете было исключено. Я просто приняла цифры, которые подало управление образованием. У нас не было необходимости сокращать какие-то ваши затраты. Не было необходимости. Не было ни одного вашего заявления, опять-таки, на тему того, что вам что-то нужно увеличить. Но деньги все равно... Теперь, смотрите, у нас есть пример по вашему садочку, есть пример по другим садочкам, когда произошли аварийные ситуации с системой опаления, с водопроводами, когда работы выполнялись, а деньги выделялись. Мы же находились эти деньги. Мы находились с подрядчиками, с другими, меденатами и так далее. В том подрядчик, который получил деньги, рассчитывал в системе, который финансировал. Мы находились, чтобы у нас есть практика. По четвертому садочку так было? Ну, не по четвертому садочку, а по пятому садочку. По другому. Че по другому было у нас. По третьему, по всем садочкам было так. И так оно и будет. Так. Уважаем опыт. Опыт, так. Знаете, я очень рада, что у нас сегодня такая теплая вселенная. И очень рада о том, что присутствует телевидение. И мы будем, и наши родители будут знать всю эту информацию, которая тут будет завершена. Мне, например, стыдно говорить о том, что мы у родителей что-то просим. Мы у родителей не просим. Мы им говорим ситуацию, которая возникает в саду. И родители, когда видят, что их не устраивает, что ребенок, который приходит во второй дом. Детский сад – это второй дом. Я это надо же не понимать. Они с нами находятся больше, чем с родителями. Мы им должны создать условия шикарные, даже лучше, наверное, чем кто-то живет в доме. Правильно? Правильно. Мы, взрослые, должны понимать, что ребенок должен не только кушать вкусно, а не у нас, ребят, вкусно. У него должно быть не только тепло, чистая постель. Главное в деятельности ребенка дошкольника – это игра. Ребенок должен играть. А для этого у него должны игрушки. Игры на столе. Давайте посмотрим. Я готовила к сегодняшнему совещанию. Я не знаю, что попадает к вам на стол. У меня есть бюджетный запах с 2003 года. Я опытная заведующая. Я могу их все принести. Абсолютно все. С 2003 года. Ни разу, дайте, пожалуйста, мне сказать. Ни разу бюджет города Южного не дал их денег на игрушки. Пятку на детском сабле. Я не говорю о тебе. Не дал денег на приобретение канцелярских товаров для детей. А что значит для детей? Если у нас бесплатное обучение, значит, я должна купить 300 альбомов, 300 пластелинов, 300 кисточек и всего, потому что оно должно быть у детей одинаковое. Кто-то из родителей, как в школе, в школу, это совершенно другой подход к этому. Тот купил красивое, а я купила чуть дешевле, и ребенок начинает рвать друг у друга. Все, что есть в пятом детском саду, это куплено за счет родителей. Кроме одной группы. На мебель деньги дали 2 года назад, когда мы переоборудовали. Ни копейки денег бюджет не дал на мебель. Правду я говорю или нет, Ирина Александровна? Правду говорю. Ирина Александровна, я закончу. Я закончу, пожалуйста. Дали на постель, мы ее купили, шикарное, спасибо. В этом году дали, я скажу, сколько денег. От 11 920 на приобретение хозяйственное. Мы купили шикарную посуду. Спасибо. Но она бьется. Если я купила 290 чашек, почему я купила еще дополнительно за родительские деньги, и родители это понимают. Ребенок уронил, и об месяц списывали до 10-15 чашек. Это дети, вспоминайте свои детали. 11 920 вам дали на новоречные подарки. Нет, Ирина Александровна передам. Она приобретение, у меня точно такой же разрахунок, как и у вас. А на приобретение посуды, вам лично, вашему саду, 37 130. Это 2 большие? 11 920. Это приобретение новогодних подарков для ваших детей. Ага, извините, да, 37 130. Я не буду в 4 раза. Майк, я могу ошибиться. Мы все поучили. В ответ на ваши вопросы лежат на поверхности. Если мы, Влада, будем понимать, что вы собираете с батьков деньги, а Влада это понимала все эти годы, то вам надо давать какой-то зазор, куда эти деньги нужно витрачать. Если мы сегодня с вами договоримся, что вы деньги не собираем, а мы подумаем все разом, как вам закрыть все эти потребы. Но если при этом мы услышим, что вы все-таки продолжаете, не дай бог, собирать деньги, то, извините, мы вынуждены будем вам в чем-то отказать, чтобы у вас была возможность потратить эти деньги. Поэтому тут однозначно, что это был секрет последних 5-4 лет, когда я тут працюю в Южном, что в садиках собираются деньги? Не секрет, все это понимали. Я могу посчитать сумму, которую вы собираете, она отличается от того, потому что мы сейчас привезем из любого отдела маму, которая скажет, сколько она, и кому она эти деньги сдаёт, где выхователю, где другому. Это как называется? Мы же за вас думаем первую очередь. Поэтому, если мы будем понимать, что у вас уже никаких денег нет, то мы, соответственно, будем вам и помогать. А если мы понимаем, что помножьте количество детей на 50 гриллин, мы же понимаем, какие деньги собирают каждый дошкольный заклад. И мы понимали, что эти деньги вы должны купить. Мы давали вам специально, оставляли зазоры, оставляли какие-то непокритые финансирования для того, чтобы их покривали из этих денег. Так было до вчерашнего дня. Или так было. Сейчас все меняется. Поэтому мы еще раз повторяем. Можливо, у вас и будут батьки. Ну, прийдет какой-то бать, который имеет успешный бизнес. Прийдет какая-то мама, которая выиграла лотерею в 100 тысяч доларей. И прийдет и скажет, я хочу в садик, где моя дитина внести в это. Или там выпуск в садику. Когда дети приходят в школу, батьки довольны. А у нас в садике, вам все говорят спасибо. И мы все рады. Мы все с открытою душой радуемся тому стану, и тому вихованию, и тому уровню, как у нас в садике. Я проживаю. Мои діти выросли в Одессе. Я всегда Артем говорю, Артем, чтобы ты был в Южненском садике, где было, может быть, дитинство чуть-чуть. Потому что мы садики не выбираем всегда то, что рядом. Поэтому это все вот так. Может, будут такие моменты. Мы это будем понимать и понимать. И вы это будете понимать. А вот это не важно, что на сегодняшний момент ни первой саду, ни пятой саду свою информацию ни от Батьковского комитета, ни от керевников заплаты, ни от кого-то другого, ни от благодейного фонда нам, как управление, не надали. Мы, соответственно, не надали. Мы, соответственно, не надали. Пусть вони не финансово уробили, не умали. Не правда. Так, давайте... Тише, тише, давайте не будем ругаться. Давайте о любви поговорим. Все то, что вы назвали, вам не хватает для счастья, никак не совпадает с тем, что вы собираетесь с родителями. Не надо наводить на мысли. Мы, я начала с этого наш разговор. Пожалуйста, ваше облудование по краю. Как сказал Евгений Николаевич, будем как-то сопоставлять цифры. Мы примерно понимаем, сколько вам не хватает. Заявы с завтрашнего дня можно сохранить. Вы понимаете, что такое сбор на личный день у детства в садике. Если я пойду и сейчас попрошу у кого-то дать мне показать 60 гривен, нас посадят завтра. Почему вы считаете, что вы живете в другой стране по другим правилам? Нельзя деньги брать не с собой. Это просто и понятно. Мы готовы, у нас есть такая возможность. Это стыдно? Стыдно. Стыдно и позорно. Все, что вы назвали, не тянет на то, чтобы вы унижались и заставляли вас унижаться. Я просто еще хочу, еще, так сказать, небольшой резюме, к тому, что сказала Людмила Борисовна. Правильно. Я работала при заводе и знаю, как это было. И было каждый квартал. Щетка все. Ни копейки никогда не было. Здесь... Скажите, Людмила Борисовна, а вы что работали на заводе? Сейчас такая ситуация на заводе. Как заводили себе заводе? Людмила Борисовна. Мы сделаем и спасибо. Откажемся от всего. Но послушайте проблему. Смотрите, бюджет. Хорошо, я не знаю, что попадает. Мне дали 30 кусков. А я 57 месяцев даю. Людмила Борисовна, еще раз говорю, ни одной копейки. Я это заявляю ответственно. Я приняла расчет по садам. Я предложила цифру в бюджет. Просто ту, которую дали бы. Ни копейки, ни сверху. 30 кусков. 30, 50, 120. Так, подождите. Так, значит, Евгений Александрович, у нас с вами не только мы там не заформировали. Подождите. Подождите. Уважаемый заведующий, Евгений Николаевич, давайте подведем черту. И начнем с чистого листа. Еще раз, вам Людмила Владимировна сказала, ситуация поменялась не 10, не 5, не 15 лет тому назад. Она поменялась 2 года тому назад в бюджете. Сейчас мы можем эти деньги пощупать уже руками и ощутить все возможности. Сейчас вам дается вот такая возможность работать по правилам, по белому, по чистому. Без всяких разных, каких-то там, не будем называть это какими-то другими названиями, а не там балькирскими курсами или не знаю чем. Значит, с сегодняшнего дня ваши потребности вам совершенно понятны, известны, выверены до последнего куска мыла, до последнего рулона все это и бумаги. Вложите это все в ваши запросы. Задача проанализировав все-таки реальности, эти деньги вам дать, для того, чтобы их с родителями не собирать. Вот и все. Суть сегодняшнего разговора.